Всем привет! Так как сегодня ролик посвящен исключительно домашним занятиям, мы находимся у меня дома. И сегодня ты узнаешь о пяти интересных, простых и, в принципе, максимально доступных способах заниматься в домашних условиях на барабанах и при этом поддерживать свои конечности в нормальных, комфортных кондициях, кондициях, и, соответственно, получать какие-то определенные выгоды, определенный профит от своих занятий, потому что не всегда есть возможность поехать на студию, позаниматься за настоящей барабанной установкой. Поэтому сегодняшний ролик будет посвящен пяти интересным способам, с помощью которых можно продуктивно заниматься дома, поэтому обязательно смотри этот ролик до конца. Также напоминаю, что если ты хочешь научиться играть на барабанах в дистанционном формате с гибким графиком и при лечении полноценной обратной связи, все ссылки в описании, переходи и ознакомливайся. Ну мы переходим к ролику, усаживайся поудобнее и погнали! И так, первый способ, с помощью которого вы можете заниматься, это, конечно же, ваши колени. Я поставлю это дело на самое первое место, поскольку лично для меня колени стали, ну, таким, наверное, ключевым фактором. Потому что первое, обо что ударились мои первые барабанные палочки, это были именно колени. Тогда я подумал, черт возьми, это же больно, как можно по коленям заниматься. Впрочем, спустя какое-то время, я полагаю, это где-то вот полгодика прошло, я понял, что, в принципе, колени имеют вполне себе такую способность привыкать ко всему этому делу. И вот спустя уже почти 20 лет практики я могу по ним стучать, и они практически вообще ничего уже не чувствуют. Понятно, что это не совсем такой способ, подходящий для всех, потому что у всех разный порог болевых ощущений и так далее. Некоторые не готовы просто заниматься подобным членовредительством. Поэтому колени это вариант для самых таких продвинутых и обезбашенных, так скажем. Потому что все-таки, во-первых, колени не имеют никакого отскока, что противоречит, в принципе, да, полноценным домашним занятиям, поскольку мы, нам необходимо работать на пэде, да, для того, чтобы учиться балансировать палочкой в руке, для того, чтобы учиться ее контролировать и так далее. А так как колени не имеют никакого отскока, возникает вопрос, какого черта вообще по ним можно совершать какие-то движения. Напоминаю, да, что колени, во-первых, это элемент вашего тела. То есть вы не столько слышите удар, сколько именно чувствуете его, что тоже как бы очень важно. При этом именно то, что колени не имеют отскока, это как раз-таки может вам помочь повысить контроль за палочкой именно за счет пальцев, за счет кистевого контроля. То есть мы не занимаемся тем, что работаем исключительно с отскоком, а мы контролируем палочку теми способами, которые у нас имеются. Поэтому первый, конечно, способ, который максимально хорошо себя показал, это колени. При этом, играя по коленям, мы также можем задействовать работу в пол, то есть работа ногой в пол, она также может при этом деле присутствовать. Ну и, соответственно, да, кстати, после каждого сегодняшнего примера, я буду вам показывать какие-то конкретные примеры со звуком, как это можно делать. Поэтому, собственно, давайте посмотрим, что можно сделать на коленках. А мы идем дальше, и следующий элемент, который действительно также помог мне, помог многим из вас и продолжает помогать, это стол и пальцы. Это, кстати, больше всего подходит студентам, школьникам и прочим людям, которые, в принципе, имеют доступ к столу и имеют свободное время. То есть в чем здесь, по сути, прикол? Опять же, это довольно-таки лаконичный способ заниматься, потому что, как мы видим, здесь в руки палочки мы не берем, мы играем исключительно указательными пальцами, то есть вытянутый указательный палец, который в данном случае срабатывает, опять же, как барабанная палочка. Здесь, конечно же, мы не почувствуем какого-то отскока, какой-то там другой динамики, но при этом мы можем научиться работать исключительно кистью. То есть вот это вот кистевое движение, которое, по сути, и двигает наш палец, оно позволяет, опять же, нам контролировать движение вашей руки. Ну, понятно, что здесь двигается вся кисть, но выпрямлен только один указательный палец. При этом все равно кисть является ключевым при всем вот этом вот деле. То есть мы, опять же, учимся работать с кистью, контролировать кисть с минимальным ее раскрытием. То есть не надо думать, что если мы не берем в руку палочку, у нас не происходит никакого прокача в наших ручных, так скажем, аппаратах. Любые действия, которые вы совершаете, даже вот такое вот по воздуху, я очень много в своих уроках про это говорю, даже при этом у вас все равно обязательно задействуется прокачка каких-то навыков, опять же, в вашем ручном ножном аппарате. Опять же, понятно, что если вы сведете все ваши занятия исключительно к тому, что вы будете заниматься на столе вот таким вот образом, конечно, тогда прогресс будет минимальный. Но если брать это как, опять же, дополнение к вашим основным занятиям, то, в принципе, здесь также этот способ показывает себя с очень хорошей стороны. Здесь, опять же, важно, чтобы вы наносили удар именно вот этой вот первой фалангой. Понятно, что... Ну, то есть, просто она ближе всего, так скажем, к наконечнику. Если вы будете наносить удар по столу вот этой вот частью где-то средней, все равно длина пальца, она каким-то образом имитирует длину палочки. Поэтому все-таки лучше использовать какой-то наконечник. Вот. Ну и, соответственно, да-да, давайте попробуем что-то на столе изобразить. Вот. И посмотрим, как это получается лично у меня. А ты можешь это дело подрезать и просто повторить. А ты можешь это сделать. Итак, следующий, третий способ. Ну, извините, это PET. Наверное, знаете, что мы сделаем? Это, наверное, способ, который будет не только PET себя включать, а будет включать любые приблуды, которые у вас есть для домашних занятий. Все-таки некоторые из вас имеют возможность заниматься по каким-то определенным правилам. То есть, это либо электронная установка, либо это PET, либо это набор PET, либо еще что-то. То есть, давайте скажем так, третий пунктик это все, что вы можете купить. Некоторые из нас имеют такую возможность, к счастью. Ну, в общем, вы поняли, да? То есть, третий пункт будет посвящен PET, электронным установкам, тренировочным установкам, всему тому, что вы можете приобрести для того, чтобы скрасить ваши домашние занятия. В данном случае у меня как бы в домашних условиях нет ничего, кроме PET. И, в принципе, я и не вижу смысла, потому что у меня как бы есть доступ к живой установке постоянно, когда я хочу. Но PET, тем не менее, у меня присутствует, и на нем я занимаюсь очень плотно, очень много. И в целом он заменяет мне практически все, потому что он большой, он многозонный, и я, в принципе, могу на нем имитировать различные элементы. Поэтому PET, он по факту очень полезный, универсальный и крутой бро. Поэтому PET, блин, ребята, обязательно пользуемся. Так же, как и всеми остальными предлудами, которые мы можем приобрести для наших домашних занятий. Двигаемся дальше, и давайте, наверное, возьмем все-таки пэда-заменитель, потому что есть такая интересная штучка, как коврик для мыши. С одной стороны, может показаться, блин, какого черта, это же коврик для мыши. Там, блин, один раз по нему ударишь, и толком ничего не почувствуешь. На самом деле, не совсем так, потому что, во-первых, я это видел уже у других барабанщиков. Например, тот же Ваня Грёгер показывал на коврике для мыши свою любимую технику Push-Pull. Во-вторых, мой коврик для мыши, я, опять же, на нем проверил все это дело. Он действительно имеет какую-то степень отскока. Это интересно, это забавно. Вот. Соответственно, что еще? Он, в принципе, мобильный, его можно сворачивать, разворачивать. Кстати, почему нет? Потому что есть же даже лизуны, пэды, то есть, как вот лизун. Помните, в детстве у всех был в баночке такой, как от фотопленки. Есть даже такие пэды, которые вот так вот просто из банки вываливаешь, такая соплятая, так размазываешь, и получается, собственно, пэд. Конечно, это тот еще пылесборник, но, тем не менее, фишка имеется. Так что, да, коврик для мыши. В целом, его основное преимущество в том, что он не имеет как такового ярко выраженного сильного отскока, что позволяет нам, опять же, контролировать больше палочку за счет пальцев, за счет кистевого движения, но при этом избегая вот этого яростного отскока, который часто присутствует на пэдах. Также, опять же, преимущество в том, что он довольно бесшумный, но тут вопрос в том, на что вы его положите. Опять же, по-хорошему, лучше это класть на что-то более-менее твердое, например, на книгу или еще на что-то, чтобы нижняя часть, да, то есть то, во что палочка будет после удара упираться, имела какую-то твердую поверхность, для того, чтобы все-таки этот отскок какой-никакой сработал. Поэтому, да, давайте, собственно, и на коврике для мыши попробуем что-либо изобразить, и будем потихоньку закругляться. А напоследок я, конечно же, приберет для вас вот эту вот полноценную конструкцию, которая, ну, есть, думаю, тоже у большинства, это диван и подушки диванные. Почему именно диванные подушки? Все-таки они имеют какую-то более такую плотную текстуру, чем, допустим, подушки обычные, которые имеют больше вязкую такую, вязкие свойства. Подушки для диванов, они, как правило, набиты более плотным материалом, как правило, они и обшиты более плотно, вот, и, соответственно, все эти моменты позволяют раскрывать эти свойства максимально позитивно в вашу сторону. Плюс ко всему, у вас есть возможность сымитировать полноценную барабанную установку, то есть, сколько подушек у вас есть, столько элементов вы можете перед собой разложить, и при этом бомбить прям чуть ли не полноценные барабанные соло. Этот способ уже будет зависеть только от того, какие конкретно у вас есть подушки, как вы можете все это вокруг вас расположить, то есть, здесь чисто дело касается только вашей фантазии. Но основная моя задача, это сейчас вам показать, что даже на этой конструкции вполне себе реально заниматься, поэтому я вам даже поиграю какие-то в конце прям полноценные барабанные соло, может быть, какая-то там импровизация, ну, в общем, посмотрим. Собственно, на этом ролик подошел к концу, надеюсь, всем было интересно, потому что все-таки домашние занятия, это своеобразное такое лишение себя удовольствия игры на настоящем инструменте, но, тем не менее, все-таки лучше пользоваться такими способами, которые, как говорится, настоящий джентльмен это тот, кто пользуется тем, что у него есть в наличии и не жалуется. Поэтому будем пользоваться и не будем жаловаться, будем настоящими джентльменами. В общем-то, да, как я сказал, напоследок вам что-то поиграю на вот этой вот диванной конструкции. Также напоминаю, что все ссылки в описании обязательны для ознакомления, особенно если ты хочешь научиться играть на барабанах в дистанционном формате, как ты видишь, даже в домашних условиях это можно делать. Поэтому пиши, обязательно научимся, обязательно все будет круто. На этом ролик подошел к концу, всем спасибо за просмотр, увидимся через несколько выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok